Об атаках на Крым, репрессиях против жителей полуострова, скрытой и открытой мобилизации поговорим с нашим гостем. Это Рифат Чубаров, глава Меджилиса Крымско-Татарского народа. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. В ночь на 20 декабря в Керче, Феодосии и Старом Крыму всю ночь были слышны взрывы. Оккупанты заявили об атаках нескольких групп БПЛА на полуостров. В СМИ писали о том, что были нанесены удары по Центру космической связи и воинской части РФ. Какие подробности об этом сегодня? Что вы об этом знаете? Средства массовой информации, которым можно доверять, в том числе те, которые опираются на показания очевидцев, живущих в Крыму, известно детально о двух ударах. Это первая по военной части, которая находится в селе Солнечногорское, близ Алушты. Здесь были атаки, совершенные беспилотником или беспилотниками, количество неизвестно. Это было около четырех часов утра, а через час были два ракетных удара по военному объекту, который находится в Сахском районе, село Витина. Вот это и есть Центр космической связи, обслуживающий летательные аппараты военно-космических сил России. И здесь известно о том, что нанесены повреждения по объектам, расположенным в этом центре. По данным постоянного представителя президента Украины в автономной республике Крым, Томил Иташевой, с начала оккупации Крыма в 2014 году в ряды российской армии призвали 44 500 местных жителей. И при этом зафиксировано почти 500 случаев уголовных производств против так называемых уклонистов. Какое количество призвали с начала полномасштабного вторжения? Есть ли такие цифры? И какая сегодня история с этой скрытой мобилизацией? Да, вот эта цифра, которую назвала постоянный представитель президента Украины в автономной республике Крым, госпожа Ташева, эта цифра отражает количество граждан Украины, которых незаконно оккупационная власть призвала за эти почти 10 лет в российскую армию так называемые военные призывы. Я повторюсь еще раз, это абсолютно незаконно, и в том числе в соответствии с Женевской конвенцией 1949 года о защите гражданского населения в условиях войны. Но, тем не менее, для России международные нормы не действуют, и вот такая цифра, которая, в общем-то, и не скрывается. Другое дело с количеством граждан Украины, проживающих в оккупированном Крыму, которых принудительно мобилизовали. Мы не можем сказать точную эту цифру, знаем только то, что тысячи и тысячи людей, чтобы избежать насильственного призыва, они покинули Крым. Им пришлось это сделать. По крайней мере, когда мы говорим, собственно, о мужчинах военнообязанного возраста из числа крымских татар, мы говорим не менее 6 тысяч человек, которые покинули Крым. И эти цифры у нас основываются на анализе тех обращений жителей Крыма в третьих странах, консульства и другие дипломатические учреждения Украины в этих странах. И они оформляют там или обновляют документы, и потом часть из них ищет убежище в третьих странах, часть перемещается на материковую часть Украины. И вот таких людей не менее 6 тысяч. Что касается еще раз по поводу призыва, мы можем сказать о том, что зафиксировано количество захоронений, церемоний, похорон, когда власти дают разрешение на освещение в средствах массовой информации. И вот таких цифр в Крыму более 584 случаев, когда мобилизованных жителей Крыма в российскую оккупационную армию привезли уже убитыми и их хоронили публично в Крыму. И разумеется, подавляющее большинство из них это граждане Украины, которые живут на оккупированной территории. Мы знаем о количестве земельных участков, которые в качестве вознаграждения раздают оккупационные власти в Крыму. Таких более 700 участков, которые раздали или военнослужащим российской оккупационной армии, участвующим в войне против Украины, или же членам их семьи, если они погибли. В общем, и та, и другая цифра говорит о том, что значительное количество жителей Крыма оказываются в российской оккупационной армии. Да, вот 584 похороненных вы сказали, да? А сколько пропавших без вести? Это только официально похороненных, о которых известно? Это только те наши наблюдения и особо правозащитных организаций, когда эти церемонии проводятся по разрешению властей, открыто, публично и освещаются средствами массовой информации. Я думаю, что, собственно, самих случаев их в разы больше. Мы не можем сказать точную цифру. Учитывая даже то, что россияне-то, они зачастую просто не вывозят своих военных убитых, просто бросают их там в лесах, посадках. Вот сегодня только мы говорили с главой Авдеевской военной администрации, там говорили, ну просто там в этом лесу, там посадках тысячи, тысячи, полторы тысячи, только в одной посадке этих тел лежат. Понятно, что цифра официальная, которую они показали, она, ну как минимум, в десятки, наверное, раз меньше. Вы знаете, особенно и в Крему, я думаю, что это в целом практика по России, но и на оккупированных украинских территориях тоже применяется эта практика, когда для того, чтобы перед, ну, Москвой оказаться в такой выгодной позиции, региональные власти России идут на всякие дополнительные какие-то, ну, поощрения для тех, кто заключает контракт. И то же самое делают оккупационные власти российские в Крему. И если вот посмотреть рекламу, которая транслируется в средствах массовой информации, Крыма и круглосуточно. И там говорится о тех дополнительных суммах, которые в дополнение к установленным Министерством обороны России будут выплачивать местные власти. Все это, в общем-то, в какой-то мере притягивает, вот, вовлекает вот в ряды оккупационной армии людей больше таких, ну, я не скажу, ну, в какой-то мере асоциальных, потому что погоня за деньгами уже говорит о моральных качествах этого человека. И, как правило, у этих людей нет таких очень, ну, устойчивых семейных связей. И в случае убийств, когда они погибают, они практически никому не нужны. Об этом неоднократно вот нам сообщали наши люди, что когда даже некоторые тела привозят и пытаются похоронить, на похороны приходят, ну, очень малое количество людей, потому что эти люди, они в жизни были такими, которые, в общем-то, не имели широкого круга своих родственников, общения. И поэтому, конечно, таких людей в случае их смерти на фронте их оставляют там, где они и погибают. Ну, и стоит напомнить всем, кто смотрит и, как говорят в России, ведется вот на такие, на такую рекламу, что стоит напомнить, в гробу-то карманов нет, тем более в черных пакетах, в котором, если еще даже и привезут, тоже карманов нет. И деньги эти ни к чему уже. Ну, сообщают, что в Крыму практически выбрали такой контингент, но поскольку, видимо, какие-то планы спускаются, то пытаются привлекать мигрантов, заманивают мигрантов, потом разными способами оказывают на них давление, в том числе и через принятие гражданства, обещают им крымскую землю. И, ну, как нам сообщают из Крыма, уже можно видеть вот в этих формируемых подразделениях в Крыму жителей центрально-азиатских государств, которые попали в Крым, а потом уже попали в ряды российской армии. Да, вчера было такое видео, как мигранты получали российские паспорта, открывают, а там уже и повестка внутри лежала. Такое тоже есть. В Крыму было очень много строительных, ну, до широкой, до полномасштабного вторжения было много строительства, в том числе военных объектов, и, в общем-то, они продолжались уже после полномасштабного вторжения, поскольку сооружались фортификационные всякие укрепления, и на этих строительных работах использовалось очень много мигрантов. И вот многих из них, ну, местные оккупационные власти, попытались, в общем-то, заманить в армию. И я думаю, что какое-то количество это удалось. Эти люди просто, ну, в поисках денег или желании получить какую-то зарплату, они соглашаются на эти условия. Такой еще вопрос хотели с вами обсудить. ЦИК России разрешила проводить электронное голосование в 27 регионах и аннексированном Крыму, Севастополе. Скажите, какой процент фортификации может быть на так называемых выборах президента Российской Федерации? И они как-то к этому действию уже готовятся? Может, уже агитаторов своих забрасывают, завозят? Мне представляется, что вот, ну, не стоит нам пытаться угадать, какой процент будет фортификации, поскольку все уже заранее приготовлено и только ждет своего обнародования. Нет никаких сомнений в том, что в Москве уже определены и количество тех, кто якобы пришел на выборы, и количество тех, кто проголосует, понятно, за кого. Все эти цифры выписаны, они своевременно будут спущены на места, в том числе и в оккупированный Крым. Для того, чтобы все это выглядело, ну, как бы пристойно, для этого, в общем-то, и также еще внедряют это так называемое голосование. Для того, чтобы вовлечь вот эту большую такую, ну, большую фальсификацию, жульничество, само по себе отсутствие выборов как явления вот различными такими, ну, как бы пристойными формами, в том числе и электронное голосование. Поэтому я думаю, что мы из этого должны исходить и делать все для того, чтобы международное сообщество не только не признало эти выборы, что, безусловно, так оно уже будет, и уже есть государства, которые уже объявляют об этом. Но, конечно, мне бы, как политику, как гражданину Украины, хотелось бы, чтобы мы, может быть, больше акцентировали внимание международного сообщества на то, что само по себе вот такое незаконное принуждение жителей оккупированных территорий к выборам президента, извините за это слово, в отношении России, оно должно бы было привести к тому, чтобы избранный диктатор Путин оказался бы в полной изоляции. Потому что, ну, любой его визит в любую страну, это будет означать то, что приедет человек, который уже совершил бесчисленное количество преступлений, находится в международном розыске, ему для его ареста выписан ордер, и при этом он еще продолжает совершать. То есть человек, который объявлен преступником и продолжает совершать новые преступления. И мне кажется, в связи с теми так называемыми выборами, эту тему следует больше актуализировать. Актуализировать дальнейшую изоляцию Путина. И онлайн он не должен включаться на каких-то саммитах, да? И его свита не должна выступать с трибуны ООН, конечно. Надеемся, что на это обратят внимание. Такой еще вопрос хотели обсудить. Российские войска в Крыму активно мобилизуют и перемещают военную технику. Активисты АТЭШ сообщают о машинах Росгвардии, перевозящих призывников, о снижении количества техники в Пушкино и о запасах топлива в Гвардейском. Что может говорить о каких-то подготовках, возможных каких-то масштабных операций? Есть ли у вас информация о планах оккупантов на фоне всех этих передвижений? Перемещение военных грузов, да и войск тоже, оно практически не прекращается. Просто иногда увеличивается интенсивность. Крым служит своего рода уже таким хабом, когда через мост Керченский поставляется и военная техника, и горючие бюргии необходимые грузы. Для этого используются также и корабли, которые перемещают эти грузы в Феодосию, в Севастополь. И понятно, что часть этого груза, военного снаряжения, боеприпасов, оно перемещается уже в оккупированные области юга Украины, в Херсонскую, Запорожскую область. Но кроме того, это было несколько месяцев. В начале осени наши наблюдатели отмечали то, что возле фортификационных сооружений, которые были воздвигнуты в первой половине этого года, увеличивается количество тех, кто обслуживает эти фортификационные сооружения. Нередко там проводятся какие-то маневры, занимают эти укрепления. Днем там находятся войска, потом они отводятся. Все это говорит о том, что Крым готовит они к возможным военным действиям. Но это происходит на фоне уверенных заявлений и военного, и политического руководства Украины. И надо думать о том, что пока еще русские оккупанты исходят из того, что они, скажем так, добровольно нашу территорию покидать не будут. Возможно, это еще связано с тем, что буквально днями прошло заседание коллегии Министерства обороны России. И там снова же выступал диктатор Путин. Он перед всеми генералами еще раз подтвердил о том, что цели и задачи так называемой специальной военной операции не изменились. Деноцификация, демилитаризация – это в их формулировках. А это все говорит о том, что Россия готовится к дальнейшим военным действиям. И, возможно, вот эта активность в Крыму подтверждает их планы. – Хотела с вами обсудить информацию, которая сегодня появилась в телеграм-каналах. Школьники донесли на учительницу из Крыма за песню на украинском языке, которую она спела в автобусе. Они ехали просто на экскурсию, и вот она запела «Червоную колыну». Учительницу химии из Белогорского района задержали и заставили извиняться на камеры. Там такое страшное видео, человек 15 в этих масках врываются в дом, у нее маленький ребенок, ребенок плачет, пожилая мама, маме плохо с сердцем, у этой женщины молодой шок. И вот они ее заставили извиняться на камеру, есть сообщение, что они ее уже уволили и вообще сейчас хотят выселить из Крыма. Но знаете, в этой истории меня больше всего поразило вот это видео. Школьники это все сняли на мобильный телефон, в автобусе, вот так, как говорится, втихаря, и потом все это выложили и донесли. Да, ситуация, конечно, очень трагическая. Я тоже видел и первое видео. В автобусе, по-моему, они ехали. Да, вот они из-под полы так тихонько снимают, чтобы она не заметила. Да, и вчера, кажется, я видел уже, как они врывались в дом. Правда, не совсем для меня понятно, это постановочное видео. Я сейчас объясню. Они всегда врываются. И врываются еще более в таких жестких и очень таких формах устрашающих. А потом, когда уже человек абсолютно уже безвольный, подавленный, они еще устраивают постановочное видео. Но даже если это вчерашнее видео, о котором вы говорите, когда эта женщина была обернута, ну, видно, что настолько неожиданно, как бы... Она отдыхала, да, она отдыхала. Они кричат, падай на пол, и она падает, потом выворачивают ее голову и спрашивают фамилию, имя, и все это женщина. Это что-то неимоверное. Но это все делается для того, чтобы еще более устрашить тех людей, которые живут в Крыму. Чтобы у них даже мысли не было бы каким-то образом, знаете, не воспринимать и протестовать против всего того, против тех бесправий, которые совершаются российскими оккупантами. Ну и, конечно, здесь, кроме фиксации этих случаев, случаев правоохранительного органа Украины и, прежде всего, Генеральная прокуратура автономной республики Крым, Главное управление МВД Украины в Крыму, они располагаются на материковой части Украины, они должны, конечно, проводить расследование и обязательно возбуждать уголовные дела в отношении тех, кто совершает эти преступления, в том числе и тех, кто осуществляет вот эту деятельность по наведению, по оформлению вот этих донесений. И эти фамилии известны. Но это будет продолжаться, поскольку российские оккупанты репрессии и преследования считают как один из самых эффективных инструментов, чтобы удерживать крымское общество под своим контролем. Ну, видите, речь идет не только об официальном насилии. Все чаще во временно оккупированном Крыму люди сталкиваются и с пьяными дебошами оккупантов, которые регулярно пьют, хамят женщинам и бьют местных. Об этом заявляют вот в движении партизанском ОТЭШ. В частности, такое происходит вот в Красногвардейском районе. И вот оккупанты, знаете, вот почему-то убеждены, что жители Крыма обязаны им за то, что вот они как бы приезжают со всей России воевать против Украины. Но сами-то жители так не думают. Они все чаще решаются говорить вот буквально не только петь песни, да, вот как делают учительницы, а прямо в глаза говорят оккупантам и идут на риск даже быть задержанными. И вот несмотря ни на все, на то, что происходит, на вот эти, на это насилие, вот как, о котором мы сейчас говорили, рост местного сопротивления все равно увеличивается. Ну, конечно, потому что эти почти что уже 10 лет оккупации, но они настолько усложнили жизнь людей. И, ну, как бы российские оккупанты не пытались изолировать Крым от всего того, что происходит за пределами полуострова в мире, но сегодня невозможно перехрыть все каналы информации. И люди добывают эту информацию, и они очень хорошо себе осознают, что будет с ними, если ситуация кардинально не изменится. Они знают ответ, кто виноват в том, что они находятся в таких ужасающих условиях, когда нет будущего ни у кого, ни у взрослых, ни у их детей. И Крым все больше и больше покидают те люди, которые жили в нем до 2014 года, до российской оккупации. А их места занимают, в общем-то, граждане России. И, с одной стороны, это сотрудники карательных служб, понятно их отношение к местному населению, их настроение. С другой стороны, те, которые поверили в то, что Крым якобы теперь уже навечно будет русской территорией, и они решили дальше свою жизнь продолжать в Крыму. Но эти люди тоже определенного, извините меня, морального уровня, я не хочу так всех называть быдлом, но любой человек, который пришел и поселился на краденной земле, он уже собой представляет определенный тип. И эти люди, конечно, не смогут найти общий язык с теми людьми, которые жили и живут в Крыму, с гражданами Украины. Они никогда не найдут общий язык. Даже с теми, которые, может быть, в самом начале 2014 года каким-то образом, в общем-то, были сторонниками российского государства. Но они по истечению всего этого времени осознали, насколько они тогда совершили непоправимое. И теперь вот это осознание будет, конечно, отражаться на взаимоотношениях между местными и теми, кто поселился в Крыму. Ну и вот резюмируя наш разговор, все-таки оккупантам придется покинуть Крым так или иначе, Крым будет освобожден. И самое главное, что вот гражданским оккупантам тоже Крым, судя по всему, придется покинуть. Спасибо вам большое. Спасибо, Рифат Чубаров, глава Меджилиса Крымско-Татарского народа, был в нашем эфире. Благодарю, что нашли время и вышли с нами на связь. До свидания. До свидания. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании.